Открытки Открытку Даша делает ко дню рождения близкого человека, а близкий человек для нее это воспитатель детского дома. Да, мы не в студии программы «Чумелые ручки», а Дашенька – новая героиня проекта «Возьми меня, мама». Она живет уже в нашем детском доме 5 лет. У нее есть брат, который зовут Дима. Дети очень симпатичные, красивые. Даша сначала приглашает нас в свою комнату, а потом ведет в соседнюю, где живет ее брат. Дима – спортивный мальчик, любит футбол и, по примеру старшей сестры, все свободное время посвящает творчеству. Даша показала его поделки. Брат, он маленький, младше меня. Он, конечно, немножко приболел, но он скоро выздоровеет. Ему 11 лет исполнилось в августе. Учится на пятерке, даже грамоту получает. Рассказывая об успехах Димы, Даша забыла похвалиться своими. Она занимается не только рукоделием, но еще ходит в музыкальную школу, активно принимает участие во всех мероприятиях, очень артистичная, имеет много грамот за призовые места в конкурсах. Ну а мастер-класс Даши не закончен, поэтому мы снова переходим в учебный класс. Даша придумала нам новое задание – вырастить тюльпаны из бумаги. Для человека, который занимался этим только на уроках труда в школе и очень-очень давно, надо сказать, задача не такая уж простая. Итак, под четким руководством Дарьи вырезаем квадрат, складываем и разворачиваем несколько раз по схеме и, самый ответственный момент, надуваем бутон. Так и не сильно. Получился? Да, получилось. Красота. Даша, давай обменяемся этими цветочками, чтобы я, когда смотрела на этот прекрасный тюльпан, всегда вспоминала тебя. Ну и вот немножко страшный мне тюльпан, но ты тоже думай обо мне. Конечно. Спасибо большое тебе за мастер-класс. Ты большая молодец и очень талантливая девочка. О, я еще не доделала, кстати. Даша еще долго не хотела отпускать съемочную группу. Клеила стебель к тюльпану, подписала открытку. Да и мы не торопились с ней расставаться. Так с Дашей было просто и легко, но ей нужно больше внимания. Внимание и заботу родителей, чтобы свои поделки она мастерилась любовью только для них.